В начале традиционного аппаратного совещания, проводящее заседание председатель правительства Александр Смекалин, напомнил собравшимся, что началась в последней неделе первого квартала года. Время окончательно подвести итоги прошлого года и начать готовиться к второму кварталу. Первый вопрос совещания касался бюджетного финансирования. В областной бюджет поступило 6,153,000,000, за аналогичный период прошлого года 4,634,000, и по сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 1,518,000, или на 32,8%. Выполнение плановых назначений составило 75,7%. Среди отстающих по сбору налогов Цельнинский, Сурский, Старомайнский и Барышевский районы. Премьер-министр попросил активизировать работу в этих муниципальных образованиях. После обсуждения выполнения бюджета перешли к вопросам отопительного сезона и жилищно-коммунального хозяйства. За прошедшую неделю каких-либо серьезных нештатных ситуаций на сетях теплоснабжения не допущено. Вместе с тем в субботу в связи с осложнением погодных условий в ночь с пятницы на субботу наблюдалось во многих селах отключения во многих населенных пунктах, отключения электроэнергии, связанных с нарушением изоляции на опорах линии электропередач. Дмитрий Вавилин также доложил о проведении месячника по профилактике задолженности за коммунальные услуги. К сожалению, ситуация здесь далека от идеала. Только за началом года жители области задолжали почти 300 миллионов рублей за коммунал. Лидером по полтежам остается Старокулаткинский район. Главным аутсайдером – Ново-Ульяновск. Не платят долгам не только население, но и муниципалитеты. Победитель со знаком минус своеобразного негативного первенства – Димитровград. А у нескольких районов остались долги еще за прошлую зиму. Вы понимаете, что эти средства, которые недополучают сейчас и организации жилищно-коммунального комплекса энергетики, должны сейчас, буквально через пару недель, быть направлены на то, чтобы готовить ваши муниципальные образования к следующему отопительному сезону. Если этих средств сейчас не будет, то и подготовка будет соответствующей. Еще одна задача текущего момента – проведение самых коротких в году школьных каникул. Как отметила исполняющая обязанности министра образования и науки области Наталья Семенова, делайте все, чтобы учащиеся провели их интересно и насыщенно. Подходит к завершению региона чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills. Мы понимаем, что это уникальные ребята, которые имеют очень серьезные компетенции, и мы должны оставить их у нас в регионе, потому что это на самом деле наш, так скажем, золотой кадровый запас. Поэтому, еще раз повторяюсь, мы сейчас только понимаем значение этого центра WorldSkills, который межрегионального для нашего региона, и сейчас у нас есть уникальная возможность именно прям буквально с пылу жару получать этих специалистов. О проведении подготовки к весенним полевым работам доложил глава аграрного ведомства Михаил Семенкин. В настоящее время завершается подкорм козимых культур. Рассказал министр о проведенных в прошлые выходные традиционно губернаторских ярмарках. В субботу было два основных центра проведения фестиваля продуктов – Димитровград и Ишеевка. Реализована продукция на общую сумму более 10 миллионов рублей. На ярмарках представлены, как вы правильно заметили, широкий ассортимент продукции местного производства. Это и овощи, и молочные, и мясные, и рыбные продукции, хлебобулочные изделия, соленья, полуфабрикаты, яйца и прочие продукции. Последним большим вопросом стало рассмотрение подключения муниципальных образований к межведомственному взаимодействию. И опять хочу похвалить именно Корсунский район и ни одно другое муниципальное образование. Я не беру город Димитровград, потому что там у них межведомственное взаимодействие уже налажено. В заключении аппаратного совещания Александра Смекалина напомнила о начинающейся муниципальной неделе. В эту семидневку в регионе будут работать депутаты Государственной Думы, представляющие в парламенте Ульяновской области. На этот раз они посетят Меликевский, Старомайинский, Чердоклинский районы и город Димитровград. Егор Тстоф, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.